Перекрестный год культур России и Греции Перекрестный год культур России и Греции в Крыму начался достаточно плодотворно. После пресс-конференции, посвященной созданию театральной постановки «Троянки» в Русском драматическом театре имени Горького и специального выпуска программы «Эльпида», посвященного одной из самых трагических страниц в истории греков Понта и Малайзии, греки-тавриды провели конференцию в столице полуострова. Сегодня именно происходит то, что происходило два года назад, когда греки в устном порядке собрались, поддержали референдум воссоединения Крыма с Россией и устно подтвердили о том, что мы будем вместе со всеми регионами и городами Крыма работать и сотрудничать в пользу Российской Федерации, нашего государства. Это наше внутреннее мероприятие, касаемое наших всех национально-культурных объединений Крыма, на котором мы хотим уже из устного варианта перейти в письменный вариант подписания меморандума, подписания составления протокола о дальнейшем взаимосотрудничестве. В России и в Крыму созданы все условия для реализации этнических прав. И те созданные национально-культурные автономии, мы видим и знаем, что они являются стабилизирующим фактором в общественной и политической жизни как Крыма, так и всей России в целом. Целью собрания стало обсуждение итогов прошлого года и планирования будущего. Те общественные организации, что зарегистрировались в российском законодательстве, уже официально вступили в Тавриду, а соответственно стали полноправными членами федеральной национально-культурной автономии греков России. Были произнесены слова благодарности к самым активным членам общественных объединений, а также поднимались вопросы, волнующие наших соотечественников со всех регионов Крымского полуострова. Образование, льготы и мероприятия, которые планируются в перекрестный год культур наших государств. Старт дан в том, что будет сотрудничество в этом году во всех сферах, и в политике, и в спорте, и в экономике, и в культуре, и в искусстве, и в духовной. Духовной мы знаем, что в этом году тоже празднуется тысячелетие присутствия русского монашества на Святой горе Афон. В этом плане мы планируем провести фотовыставку, которая покажет те русские храмы, которые располагаются на Святой горе Афон в Греции. Мы планируем провести под патронатом Федеральной национальной культуры и автономии греков Российской Федерации, которую возглавляет Иван Игнатьевич Савиди, провести молодежный фестиваль, который пройдет в Ялте. Молодежный фестиваль объединит всех греков России и также всю молодежь, многонациональную молодежь, которая проживает в Крыму. Также мы будем проводить мероприятия как религиозные, так и мероприятия, которые являются основными датами Греческой Республики, основными датами, которые исторически привязаны к Крымскому полуострову. По словам председателей местных национально-культурных греческих объединений, подобные встречи следует проводить чаще, и тогда работа на местах станет значительно продуктивнее. Греки были всегда патриотами, греки любили свою родину, они любят свой край, и поэтому мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы жилось нам в Крыму комфортно, чтобы мы гордились своим Крымом, ну и делились своими наработками, естественно, своим опытом. Я считаю, что традиция собираться для того, чтобы делиться своими мнениями, своим впечатлением, своим опытом, своими проблемами, это очень важно. И мы на такие конференции должны собираться, ну не реже одного раза в месяц. Мы найдем время для этого. В культурной жизни Крымского полуострова произошло долгожданное событие. Впервые за много лет большинство национальных творческих коллективов получили от правительства новые костюмы, которые, собственно, и были представлены на открытии фестиваля «Соцветия культур». Тогда, когда мы видели наши коллективы, года два назад, еще на первых мероприятиях, которые проводились в Крыму, общероссийских, то было, конечно, стыдно за то, в каких они выходили костюмах, и было видно, что это сделано руками родителей в основном, руками руководителей этих коллективов. Поэтому у нас была сразу поставлена задача поднять наши коллективы на такой уровень, именно не с творческой точки зрения, а вот именно с внешней позиции, для того, чтобы они воспринимались именно и соответствовали своему таланту. И вот сегодня более 150 костюмов получили наши дети. Это коллективы с разных уголков Крыма, разные районы представленные. Поэтому мы эту работу, кстати, будем продолжать. Это не говорит о том, что мы одели сегодня буквально все коллективы, это еще далеко не все. Поэтому мы и в этом году продолжим работу, и в следующем. Пока полностью все наши дети, которые увлекаются народным творчеством, которые представляют творчество народов Крыма, не будут достойно представлены на общероссийских площадках. 155 костюмов были пошиты за полтора месяца. Два греческих коллектива уже получили свои, которые были продемонстрированы на сцене совместно с другими народами. Как этот праздник сегодня назвать? Этномода или национальный винтаж? Но в первую очередь это уважение к культуре тем народам, которые проживают исторически здесь на полуострове. Конечно, хочется выразить благодарность и Государственному комитету по межнациональным отношениям, выразить благодарность правительству Крыма, выразить благодарность работникам Дому дружбы народов Республики Крым. Отдельная благодарность, конечно же, заслуживает и ательерам, и швеям, которые произвели вот это прекрасное создание. Дизайнеры долго мерили, вымеряли, ребята приезжали к ним на все эти мероприятия. Получил ансамбль «Масайко» из Керчи, который руководитель Веренич Ольга, и получил ансамбль «Артемис», который находится здесь, в Симферополе, руководитель «Кифниди София». Занимаются «Масайко» уже давно, это визитная карточка, скажем, греков Республики Крым. А «Артемис» тоже хорошее подспорье и показывает хорошие национальные танцы греков. Организаторы и гости праздника отметили, что коллективы с еще большим удовольствием и желанием выступают на сцене, когда чувствуют поддержку и заботу государства. Я думаю, что дети с еще большим удовольствием будут выступать на сцене, когда будут знать, что есть о них забота, что их творчество кому-то нужно, и что самое главное, мы не безразличны к тому, что они делают. Приятным сюрпризом для крымчан в политической жизни стал приезд греческой делегации из города Александрополис и Санкт-Петербурга. И Крыма – это место, где Геологи с большим удовольствием в Крым. И я хотел очень много увидеть этот место, который мы поднимали и создавали вместе с Руссами. У меня всегда желание большого удовольствия в Крым, но еще одна причина, что когда наши предприятия создали первые свои дьяволы. Я встречал с людьми, которые хотели создать еще больше вещей. Я встречал с людьми, которые хотят сотрудничать с Грецией, и я вижу, что это сотрудничество может быть успешным. И так как мы, греки, всегда смотрим за пределы собственного государства, и нам нравится сотрудничать с людьми, особенно с тем, с которыми у нас общая вера, я думаю, что мы обречены на удачу. Сразу с аэропорта в первую очередь гости Крымской столицы отправились в Свято-Троицкий храм, известный своей греческой историей и мощами глубоко почитаемого во всем мире святителя Луки. Это еще раз доказало глубокую веру и почитание православных святынь нашими соотечественниками. Я считаю, что христианство православное и греки – это синонимы. Мы привыкли всегда объединять два этих понятия, поэтому никак по-другому не могло быть, чтобы мы не посетили бы такой прекрасный храм, построенный когда-то нашими предками. В ходе встречи между администрацией Симферополя и Торгово-промышленной палатой греческого региона Еврос было подписано соглашение о сотрудничестве, определяющее перспективы социально-экономических и торговых отношений. И, судя по презентациям, подготовленным с обеих сторон, подобное сотрудничество действительно может принести серьезные плоды. Мы здраво понимаем, что санкции в отношении России, а особенно Крыма, Евросоюз имеет. Но Греция с Россией сотрудничает, с Санкт-Петербургом также. Соответственно, этот мостик уже есть, и мы им просто будем пользоваться. Это раз. Выстроить сейчас и говорить что-то конкретное сложно, потому что, ну, во-первых, для нас это новый опыт вообще, по сути, сотрудничества международного, я хочу сказать, отметить. Я бы больше здесь сделал акцент на психологическое, да, такое влияние и огромный эффект от того, что мы все-таки, ну, я скажу, что прорвали, да, международную блокаду, это не громкие слова, но так и есть, что разумные люди в Евросоюзе приезжают к нам. Это тоже очень знаково, я думаю, что этого уже пока на этом этапе достаточно. Конечно, будем развивать, ну, как карта ляжет, скажет уже в дальнейшем. Будем стараться, чтобы было все эффективно и продуктивно. Я верю, что после поправки с Санкт-Петербургом, с торгово-промышленной области Санкт-Петербургом, так и с Еферополем, нам удастся найти пути развития торговых отношений и, возможно, даже инвестиций. И со своей стороны, беру на себя ответственность и обещаю, что это соглашение не останется на бумаге, а обязательно превратится в соглашение, которое будет благотворно действовать на благо бизнеса наших двух регионов. В рамках визита на Крымский полуостров Греки гости северной столицы России встретились с представителями греческой общины полуострова. Посетили Свято-Успенский мужской монастырь Бахчисарая, церковь Константина Елены в Чернополе и Топловский монастырь. Евангелос Ламбакис, мэр города Александрополис, отметил, что будет добиваться у правительства Греции разрешения на официальное заключение побратимства Симферополя. Для крымчан это станет третьим городом-побратимом. Напомним, что Феодосия и Севастополь уже подписали подобное соглашение. Греки Крыма и России всегда славились своим активным участием в общественной, культурной и политической жизни своей страны. В этом 2016 году их активность непременно увеличится, а это значит, нас ждет масса сюрпризов и приятных событий. На этом наша передача завершается. Мы желаем вам доброй недели и до встречи в крымском эфире. Редактор субтитров А.Семкин